Спасибо, я прям довольна. Мелкие дровишки такие хорошие, прям это хорошо сделано прям все, на честность. Дрова сухие и бесплатно. О таком Надежда Валерьевна и не мечтала. Но тут увидела по телевизору, что в Барнауле заработал волонтерский штаб «Мы вместе» по помощи пожилым людям. Пенсионерка позвонила и не ожидала, что ей помогут так быстро. Волонтеры приехали уже на следующий день. Даже прям не думала, что только прям привезут-то сразу. Причину, почему, зачем. Рассказала про себя немножко, что ситуация непростая, что живу вот одна. Дочь у меня там, мальчонка еще, у меня хоть и говорят, а что помощников нет? Нет, внуку 13 лет, дочь одна воспитывает. Ну а я вот работала, было полегче, а сейчас очень сложно. Надежда Валерьевна не единственная нуждающаяся. На горячую линию уже поступило 23 обращения. Просьбы самые разные. Бывают разные звонки и доставка продукта питания, выгул собак и домашних животных. Проект «Мы вместе» призван защитить наиболее уязвимую к опасным вирусам категорию людей – пенсионеров и малоподвижных людей. Им особенно рекомендуют воздержаться от любых контактов и даже походов в магазин. Чтобы не оставить стариков без помощи, волонтеры готовы выполнять их просьбы и на следующей нерабочей неделе, и весь период карантина. Когда волонтеры контактируют с пожилыми гражданами, важно в перчатках медицинских, если вы лично, не передавать ничего в руки, не заходить в грязные обуви. С каждым днем в волонтерском штабе все больше активистов. Среди них есть медики, психологи и люди других профессий. Они уверяют, ни один пенсионер не останется без внимания. Спасибо. Вам спасибо огромное, ребят. Спасибо вам огромное. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.